Здравствуйте, меня зовут Наталья, это мой канал Моя Американская История. В данный момент я нахожусь в автосервисе Дилл Шипа Тойота. И в этом видео я хотела бы показать вам этот автосервис снаружи и внутри, как он выглядит. Я хотела бы вам показать цены на услуги, которые они предлагают. И также хотела бы вообще вам объяснить, почему я здесь, что такое случилось, почему мне пришлось приезжать в автосервис Дилл Шипа Тойоты. Дело в том, что вот такое вот сообщение Maintenance Required, что в переводе на русский может означать, как требуется обслуживание, появляется каждый 5000 миль. И это значит, что каждый 5000 миль я должна привезти машину в автосервис для ее технической проверки. Проверяется, все ли с машиной в порядке, в порядке ли тормоза, меняют фильтры и так далее. А каждые 10 миль меняют масло. Но это сообщение не единственный способ напоминания мне о том, что требуется о моей машине техническое обслуживание. Ну и еще, как мне напомнили о том, что время мне привозить машину в автосервис для ее проверки каждые 5000 миль, мне прислали вот такую вот открыточку. Ну и так выглядит это как открыточка, если ее откроешь. Это написано, что я уже проехала 20000 миль, у меня 20000 миль. И где я стою? Вот опять здесь 20000. Вот, я уже привозила свою машину на 5000, 10000, 15000, 20000. И 25000 уже стоит под звездочкой, это значит, что я уже буду за это платить. Это уже будет не бесплатно, как сейчас. Вот, так что у меня не только сообщение на машине, на экране машины, так еще и приходит по почте напоминание о сервисе. Так выглядит комната для детей, детская комната. То есть, если вы приезжаете сюда с детьми, то здесь оборудована специальная комната для детей, вот где они могут играть. Так, уже две здесь. Различные игрушки, горки, кухонка. И вот. Так что тут все продумано. Столик. Так выглядит комната для ожидания. Здесь два зала для ожидания. Вот. Также есть компьютеры с интернетом. Если вы хотите, все это бесплатно. Если вы хотите, можете зайти в эту комнатку с интернетом. интернет-комнатка. Вот. И посмотреть по интернету все, что вам интересно. Опять же, два вида мусора. Для recycle и для мусора. Также есть телевизор, который можно посмотреть. вот так этот зал выглядит. Вот. А это вход. Вот вы входите, подходите к одному из этих дяденек, говорите, что вам нужно, ну и потом, эту комнату не знаю, для сотрудников, наверное. вы идете там в конце магазин. Туда я заходить не буду. Вот. Ну, а это, если вам захотелось покушать, вы что-то можете купить здесь. Какой-нибудь снэк, перекусить. Кофе-машина. Опять, все это бесплатно. Кофе-машина. Различные виды кофе. Вы сами себе выбираете, что вы хотите. или чай. Два вида чая и четыре вида кофе. Ручки можно помыть. Здесь, наверное, и ванная комната где-то есть. Ну, а это второй зал ожидания. Вот. Также, если вы хотите, вы можете посмотреть телевизор. Ну, а если не хотите, то здесь есть куча журналов, которые можно взять, просмотреть. Люди приносят свои журналы, оставляют их здесь. Потом вы можете их посмотреть. Ну, это в конце коридора, что там находится. Опять дождь. А вот этот автосервис, он огромный просто. Он просто огромный. Вот сюда вы привозите свои машины. Вот сюда вот, где вот красная стоит. Останавливаетесь, и подходит специальный человек и садится в эту машину и отвозит туда, куда нужно. Вот. Они начинают и чинить или там просматривать. вот здесь. Вот он, он тянется очень далеко. Вот. Приехал человек, оставил машину. В красном люди ее забирают и отвозят в бокс, где там меняют масло и чинят ее. Видите, везде американские флаги. Это очень красиво. Очень патриотично. Молодцы, американцы. любят свою страну. Вот с другой стороны он. С другой стороны, а вот именно как раз car wash, где машины моют, и сервис, там, где их там чинят или масло меняют, все, что годно делают. здесь машины не продают. Это не dealership, это именно автосервис. Деларшип немножечко подальше расположен. Вот он, он с обратной стороны автосервис. Действительно огромный, конечно. Посмотрите, у нас начались распускаться вишенки. Сакура зацвела. В DC, конечно, очень красиво. В даунтауне, ну, около Белого дома где-нибудь там цветут в одной. И здесь также вишенки. А как бы вишни эти разбросаны по всему штату, по всей эрии. Очень красиво. Ну, а вот это новые машины абсолютно. Их не на продажу. Сюда привезли, их привезли сюда, чтобы проверить, все ли с ними в порядке. Как только они проверят их, они отправят их в dealership. Ну, вот еще немножечко вишенок. Я думала, что это вишенки. Хотя могу ошибаться. Здорово. Очень красиво цветут. Вот вот сюда вы приезжаете, оставляете машину и ребята забирают ее. Ну, это цены на услуги, какие они предоставляют. И это их цена, our price. Первая это их цена. Потом цена местный dealership, CERSA, магазин есть такой, и GIFILO. Вот. Первая я могу привезти, это смена масла и смена замена фильтра. Здесь оно стоит 40 долларов. 53 в другой dealership, 29 и 40 в Luffy Luffy 40. Да, 40. Вот. Все остальное не знаю. Просто я не знаю термины эти механические. Wheel Balance Rotate. Я так понимаю, это колеса Rotate. Балансировать их, перекручивать что ли. Вот. цена на это услуги в таком районе. 70 долларов, 85 долларов, 47 долларов. 4 wheel alignment. Я даже не знаю, что это такое. Без понятия. Что такое? True Start батарею что ли инсталируют. 150 долларов, 105 долларов, 26 долларов, 125 долларов, 109 долларов. Что еще? Cabin Air фильтр. Устанавливают фильтр что ли? для воздуха. Ну, кто знает? И Transmission Fluid это также какая-то жидкость, по-моему, для коротких передач. 189 долларов, 125 долларов и 180. То есть, я не могу сказать, что здесь все значительно дешевле, нужно просто ходить и искать где что дешевле. То есть, где-то дешевле поменять масло, где-то дешевле еще что-то сделать. Ну, и когда они заканчивают, они дают вот такую вот бумажечку, где прописывают все, что они сделали сегодня. И когда я пришла, здесь висела вот такая вот штучка, это как бы оценивать, насколько хорошо они все сделали, как встретили, какой customer service они мне дали и так далее. Так что спасибо вам большое за внимание, я надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. До свидания.